Девушки отдыхают Почему он вам интересен, а не, например, линия современной одежды? В 2019 году у меня исполнилось 20 лет творческой деятельности. У меня была выставка в Доме ремесел города Петрозаводска, где я представил сценические костюмы национальные народов, живущих на территории Карелии. И к пудожской теме, к традиционному костюму я долго не мог подойти. Но я понял, что к юбилейной выставке нужно обязательно сделать традиционный пудожский костюм. Потому что я сам его дам из пудожа, и грех, как говорится, не сделать. Тема очень интересная, тема очень богатая. И вот я к юбилею своей выставки сделал традиционную коллекцию пудожского костюма. Я представил семь костюмов, один мужской и шесть праздничных женских и девичьих костюмов. То есть здесь рядом с вами представлен именно пудожский костюм? Здесь представлен праздничный девичий костюм Олонинской губернии Пудожского уезда, конца 19-го, начала 20-го веков. Этот костюм также мог быть и свадебным костюмом. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а костюмы какого исторического периода вам более интересны? Ну, могу честно сказать, что, наверное, 18-19-е, начало 20-го века. Потому что этот период более такой этнографический, более интересный, если касаемо международного костюма, то, наверное, эти века самые интересные в работе. И еще такой вопрос. Вот здесь мы видим свадебный костюм. Еще костюмы у нас представлены на выставке. Вы не могли бы подробнее рассказать о них? И, может быть, на что-то самое интересное обратите внимание наших зрителей, тех, кто придет на выставку? Было бы очень интересно об этом узнать. Ну, хотелось сказать, во-первых, о том, что Пудожский район, он один из самых отдаленных районов республики Карелия, да, Абонежье. То есть Пудож – это город, который находится вокруг Онежского озера. Поэтому традиция и вышивки, и народного костюма была не тронута городским влиянием, а она сохранилась именно вот в той деревенской, крестьянской манере, которая вот бытовала именно в Пудоже. Здесь представлен сарафан Кумачник, он оформлен тамбурной вышивкой, которая очень была распространена в городе Пудоже, и также вышивка крестом. Тамбурная вышивка до сих пор является одной из самых уникальных вышивок России. И многие историки, этнографы приезжают в Пудожский район и изучают тамбурную вышивку. Рубаха с польскими рукавами. Пудожанки очень любили пышные рукава, поэтому они даже, чтобы создать объем, подпихивали туда бумагу, чтобы выйти вот на гулянии такими пышными. Конечно, это душегрея из металлической, из ткани с металлической нитью, которая поверх вышивалась гладью. И, как любой костюм, венчает всегда головной убор. Здесь представлен венец, пудожское название – козырек или подзор. И сетка под низ, сплетенная из конского волоса, которая точно повторяет сетку под низ именно пудожского района. И серьги-бабочки, они стилизованные, но для полного образа, в принципе, я думаю, достаточно, чтобы понять, как девушка могла выглядеть именно в пудоже, вот на гулянии. В 19 веке. В конце 19-го, начало 20-го веков, да. Спасибо большое. И еще костюмы у нас представлены в 4-м зале. Давайте туда перейдем. Алексей, на выставке представлены еще два ваших костюма. Вы не могли бы подробнее рассказать о них, на что можно, главное, здесь обратить внимание, что самое интересное в них, на ваш взгляд. Конечно, здесь представлены два женских традиционных пудожских костюма. Это парочка, состоящая из юбки и казачка. Казачок – это точная копия казачка, который хранится в Пудожском историко-кроведческом музее имени Кораблева. То есть я снял с него выкройку, я как по образованию конструктор, поэтому позволил себе это сделать, вот смоделировал казачок. Он состоит из казачка, юбки и передника. Пудожанки очень любили в тон передников носить и шали. Поэтому я постарался вот здесь подобрать шаль, а на 50-х годов именно объединить по цвету вот ее именно с передником. Очень красивая шаль. Она современная? В 50-е годы, да, досталась мне в подарок. У меня большая коллекция платков, честно могу сказать. Есть платки, которым уже по 100 лет, которые я бережно храню и которые всегда украшают мои коллекции, потому что это, конечно, очень большое дополнение к костюму. И здесь бархатный кокошник. Донцы у него выполнены из скани с металлической нитью. Это копия по конструкции пудожского кокошника. Мне удалось подержать в руках традиционный настоящий пудожский кокошник, который я реставрировала. Я смог его разобрать и по нему снять выкройку и построить вот этот вот кокошник. Пудожанки замужние, то есть девушки носили сетку потни, смогли с кокошником в первые годы своего замужества, да. А пудожанки, которые уже были замужние не один год, они поверх кокошника завязывали косынки, то есть складывали платки в ленту шириной 7-12 см и вот носили вот в таком виде поверх бархатных кокошников. Пудожанки очень любили крупные серьги, тоже у меня представлено в коллекциях. Вы можете увидеть очень интересное серебро с камнями. И последний вопрос. Ваши костюмы – это все-таки реконструкция традиционного костюма или это образ? Я, наверное, больше бы сказал, что это образ, потому что я очень тонко подхожу к созданию костюма. Сказать, что это точная копия нельзя. Костюмы выполнены все на машинке, а ткани подобраны уже с условием современных тканей. Все, что представлено у нас в магазинах, все, что можно приобрести. Поэтому я их называю образы. Я думаю, что по ним очень конкретно можно увидеть, как могли выглядеть пудожанки, женщины, девушки, крестьянки Лунинской губернии Пудожского уезда в конце 19-го, начале 20-го веков. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Вам спасибо. 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 Спасибо.